ребята всем доброго времени суток на часах у нас уже 12 час ночи я закончил техническое обслуживание своего автомобиля сильно устал но все-таки думаю запишу сегодня для вас это видео публикую на ю тубе так как времени свободного практически у меня нет и все работы с машиной приходится делать очень поздно бывает что в час в два захожу домой дело в том что лето у нас прошло наступила осень температуры понизились уже стать стоит довольно прохладно то есть ночью там плюс 6 плюс 8 то есть весь август было где-то у нас плюс 30 жара стояла вообще невыносимая ям самого начала до самого конца августа 30 к стоял и тут резко такой контраст перепад но причиной технического обслуживания явилась не смена так скажем времени года до осень ближе к зиме а дело в том что я записываю руководство эксплуатации когда обслуживал автомобиль когда какие масла расходники менял и по пробегу у меня пришло время менять масло в двигателе и масло в трансмиссии и так сегодня сразу поясню немножко в начале видео ребят видео будет информативная кому-то покажется интересное неинтересное дело вкуса да сразу поправка ребят уже писали в комментариях мне там ты работаешь на автоваз или еще что-то ребята я ни на кого не работаю эту машину я купил на свои кровные деньги которые зарабатывал 11 лет и я приобрел эту машину далась она мне очень тяжело но я смог я ее купил да я никакой рекламы не занимаюсь и все что вы видите в кадрах ребят это так скажем я с вами делюсь своим личным опытом своим опытом эксплуатации автомобиля я показываю вам то к чему я пришел результаты на его моего многолетнего опыта то есть ни одного десятка лет с техника я связан очень тесно у меня отец всю жизнь работал в охотхозяйстве охотоведом я самых маленьких лет я учился ездить на вазике и сколько в нашей семье было у вазиков это очень много опыт эксплуатации ремонта у меня колоссальный поэтому я с вами делюсь тем почему я пришел это не реклама я не призываю никого никаким действием не бездействием ребят в общем все поехали меньше слов и так многократный подымался вопрос по поводу моторного масла коротко я предпочитаю shell мне нравится это масло вы можете заливать заливать абсолютно любое другое моторное масло любого бренда неплохое масло будет мобил кастрол ликви молли до множество еще таких хороших моторных масел ребят заливайте эксплуатируйте самое главное покупайте оригинальные моторные масла и так по вязкости в жаркое время года летом я эксплуатирую автомобиль нашел helix ультра с вязкостью 5 в 40 это чистая синтетика ребят 5 в 40 с наступлением холодного времени года осень с плавным переходом на зиму я заливаю масло более жидкая то есть вязкость 5 в 30 shell helix также ультра ничего не меняется я пришел к этому масло эту масс это масло очень шикарная по всем своим свойствам по всем своим характеристике характеристикам да извините что язык уже заплетается реально устал да по всем своим эксплуатационным качеством это масло просто шикарнейшая и она свои качества сохраняет практически ну на всем ресурсе его эксплуатации вот я меняю масло в промежутке 7500-8000 километров в этом промежутке пробега я осуществляю замену моторного масла на новое дальше я думаю с вязкостью разобрались теперь всем понятно жара 5 в 40 осень зима 5 в 30 shell helix ультра синтетика все ребят ответил вам на вопрос будут сейчас если кто-то еще потом в дальнейшем спрашивать просто буду скидывать ссылку на это видео альтернатива что можно взамен этого подешевле сейчас скажут ярик ну ты вообще фанат шел helix ребят снова же шел только линейка hx85 в 40 также есть там и 5 в 30 это масло чуть подешевле либо какие-то другие масла купленные в хороших фирменных автомагазинах приобретенные вами хоть какие хоть лукойл хоть роснефть масла хорошие сразу говорю покупайте просто оригинальное и меняйте вовремя дальше масляный фильтр исключительно я использую только man фильтр никакие другие фильтра я практически на постоянке так ну не применяю только за исключением тех случаев когда просто ну не могу достать в магазине например man фильтр от рай по раннешний года я брал там фильтр скт но в основном так скажем 90 процентов случаев я устанавливаю только man фильтр классификация его номер w914 дробь 2 шикарнейший масляный фильтр оригинальный который тоже очень надежен на протяжении всего срока его эксплуатации вот фильтр старая выкинул вот он вот мой старый фильтр сейчас под низ под машину обязательно залезем покажу вам что там как поменял какой привернул новый фильтр сейчас воздушный фильтр тоже кстати поменял фильтр воздушный я меняю очень часто ребят сразу говорю можете критиковать говорить что там на коробке написано замена фильтрующего элемента воздушного каждые 30000 километров пробега я так не меняю воздушный фильтр я меняю в зависимости от того как я эксплуатировал машину этот месяц в тот месяц следующий по пыльным дорогам по лесам катался я могу через две недели поменять воздушный фильтр я такой человек в этом плане можете не менять вообще как положено через 30 тысяч дело ваше у каждого своя правда у меня на такая я за год фильтр меня воздушная на но меньше пяти пяти шести раз я его не меня очень часто меня дальше перешел на трансмиссионное масло shell spirex x oil с 4 от 75 в 90 g l 4 дробь 5 прекрасное трансмиссионное масло довольно неплохое теперь залито она во всех у меня агрегатах сколько ушло у меня масло вот это четырех литровая канистра ушла и литрушка ушла осталось здесь порядка еще 750 грамм осталось ну вот ребята как-то так ушло до этого на чем ездил до этого отвечаю на протяжении долгих лет я ездил на масле трансмиссионном lada ultra gl 4 дробь 5 трансмиссионное полусинтетическое масло тоже g4 дробь 75 в 90 полусинтетика это масло от роснефти шикарнейшие трансмиссионное масло почему не залил его все очень просто ребят не смог его достать поэтому со старых своих запасов за кормов достал shell spirex масло хорошее можно комбинировать можно это заливать можно это заливать сразу говорю был такой вопрос я просто шокирован был промывать мосты при замене масла мужики не занимайтесь такой херни пожалуйста даже такого не произнесет ничего там промывать не надо на горячую проехали на эстакаду заехали на горячие все слили масло подольше постояли чтобы все стекло хорошо залили любое другое масло я как услышал такой вопрос прекращайте на промывать тут ерунду это заниматься даже не буду принципе на этом останавливаться и так сегодня поменял значит масло в трансмиссии задний мост передний мост раздаточная коробка коробка передачи то есть четырех агрегатах трансмиссии в двигателе сейчас у меня shell helix 30 к 5 в 30 все залил дальше что меня ждет ждет впереди ждет меня замена задних тормозных накладок приобрел тормозные колодки фильм фирмы финфейл покажу артикул vr 311 без асбеста chevrolet niva lada копейка семерка вас 2121 13 14 него urban в общем вот применение тормозные колодки неплохие довольно такого хорошего исполнения приятные на ощупь довольно такие качественные колодочки сразу видно что в принципе не ширпотреб данные тормозные колодки будут ходить довольно хорошо потому что я на них ездил не скажу что на постоянная тормозным колодкам в принципе какому-то бренду тоже не привязываюсь бывали случаи что не было таких колодок я покупал и роздот покупал и не поны покупал что только не пробовал и три али да в принципе все и не одинаково ходит все нормально начинаете лазить в грязь постоянно любые колодки улетают на раз-два поэтому не заостряйте внимание вы на этих брендах ну не берите только откровенно какой-то ширпотреб более менее цена-качество смело покупайте эксплуатируйте ни к чему не привязывайтесь дальше думаю с этим все понятно так что вот ребят а сегодня самое интересное будет вот я говорю от усталости уже просто забываю информацию перепрыгиваю с вопроса на вопрос возможно сумбурно ребят извините сегодня будет такая изюминка у нас у меня новинка на автомобиле я приобрел наконец-то резину камуфлей снял штатную пиреле наконец-то я от нее избавился это резина пиреле сразу коротенько пиреле хороша только на асфальте все больше никаких комментариев я давать не буду на грязи возможно когда вы выехали с автосалона первые 100 километров пробега когда там еще хоть какой-то зацеп есть то может быть что-то как-то резина это на малейшем бездорожье не гоже абсолютно ни к чему дорогу она не держит эта резина шикарная только на на трассе жарким летом на дальняк куда-то вы втопили или еще что-то для бездорожья осень гравики она никуда не годится эта резина пиреле купил камуфлейм резина из категории так скажем дешево и сердито здесь у меня место побольше кому интересно будет размерность данной резины 205 70 р 16 индекс нагрузки 91 q в принципе по всем моим подсчетам ширина профиля 205 процентное соотношение высоты от ширины 70 то есть в отличие от штатных колес это колесо будет выше порядка 5 миллиметров выше будет колесо в отличие от резины пиреле и так бегал сейчас заведем машину сейчас я вот это все уберу ребят прямо онлайн без всякого монтажа сейчас все это спустим вниз сейчас я заведу автомобиль выверну колеса покажу вам может просто резина очень популярна я думаю кому-то там что-то объяснять и показывать мало кому будет интересно но все же кто не приобретал данную резину будет интересно все мотор завели сейчас колеса вывернем и я вам покажу данную резину во всей красе заодно сейчас наверное послушайте вот как раз двигатель не особо горячий сейчас покажу как работает движок наставил тут всего так скажем все спускаем это дело книжку пока сюда книжки еще вернемся я и не просто так положу так сейчас уберем плач-палатку так заменочка ребят потому что тоже меня спрашивали как работает двигатель какие вибрации есть вопрос тоже был ребята публикую видео без всякого монтажа не обижайтесь кому понравилось не понравилось ну что ставьте лайк вот как работает двигатель наш или 5 в 30 так вот обратите внимание специально как бы телефон стараюсь держать неподвижно практически вибрации у меня на двигателе толком никакой нет она есть но вот блин надо было эту подготовить денежку поставить сюда на двигатель двигатель работает у меня очень ровно я сразу говорю гидронатяжителя у меня нет натяжитель стоит исай ну движок работает у меня очень чисто ну на таких маслах еще бы он не работал чисто так так душем температура движка 60 так скажем и так идем смотреть нашу новинку сейчас расскажу тоже коротенько про нее размерность я вам уже рассказал и так кто не знаком с этой резиной вам будет это интересно ребят чем шикарно эта резина возможно камера так не передает протектор у нее очень глубокий а вот сами сам протектор каждый да он надрезан практически до самого основания то есть резина вот вы как видите она очень мягкая о чем это говорит шашки все неправильной формы четыре такие дорожки посредине неправильной формы такой хаотичный формы рисунок по бокам глубина протектора составляет 11 миллиметров в центре 10 миллиметров вот единственный конечно вот такой недостаток такая вот резина да она здорово набирает себя вот такие вот мелкие камешки и потом разумеется их кидает резина новая я сразу говорю вот эта резина без всяких преувеличений практически ничем не уступит мт резином ну таким как кардианту фрод таким как ruad круза эта резина практически ничем не уступит по своим параметрам в чем она при этом превзойдет обычную мтху сразу вам говорю ребят чем произойдет превзойдет она тем то что даже на давлении 20 протектор здесь очень мягкий и вот эти шашки в амели они очень хорошо играют то есть эта резина будет хорошо сама очищаться от грязи резина довольно классная да и и конкретные минусы это ресурсность невысокая качество самого самой резины тоже оставляет желать желать лучшего резина там подвержена потрескиванием то по тому подобное так далее ну за свою ценовую категорию на сегодняшний день это по моему самый оптимальный вариант ну по крайней мере как для меня и она более такая универсальная можно и по трассе ездить она особо не будет и можно принципе на такое на бездорожье средненькое на ней съехать и не испытывать там какого-либо дискомфорта потому что особенно новая данная резина зацеп имеет в рекламе она не нуждается это резина резина это популярная на протяжении очень многих лет среди неуваводов очень много кто эксплуатирует машину на этой резине круглый год ну я конечно эксплуатирую вот на виатте bosco nordica зимние резины я все-таки ставлю шипованную вот она лежит пиреле на данной пиреле пробег ровно 30000 километров сейчас я буду продавать вот ребят можете примерно прикинуть да вот как она подносилась игры блин плохо пыльная грязная камера толком не передает ну зацеп у нее нулевой я сразу говорю для бездорожья какой-то глины грязи она не годится вообще абсолютно никуда вот каму flame вопросов нет заднее колесо так вот она выглядит заднее колесо вроде как сырое даже вот видите даже показываю вам на камеру смотрите какой агрессивный протектор то есть протектор очень классный он очень глубокий вот здесь по бокам еще раз повторюсь 11 миллиметров глубина здесь 10 и смотрите как шашечки играет смотрите как они гнутся полностью как она смотрите каждый протектор боковой он как он изгибается спокойно под массой автомобиля даже на не стравленных на давление 20 она будет прекрасно очищаться будут протектор играть колесо будет крутиться на оборотах а еще побольше если оборотов дашь вообще грязь будут протекторы выкидывать ощущать а если еще где-то будете буксовать где-то какая-то лужах вода еще и вода будет помогать очищать все это дело то есть зацеп у нее будет хороший данное соотношение ширины и высоты я считаю что очень оптимально не нужен никакой вам лифт подвески ничего не надо лифтовать все в штатном режиме и что хорошо чем я люблю штатный режим и почему не делаю лифт ребята когда все у вас в стоке него вот довольно очень надежный автомобиль когда начинаются вот эти все экстремальные лифты подвески надежность потихоньку там начинает уходить и уходить она начинает конкретно с переднего моста начинают страдать привода левый правый внутренние гранаты или шрусы кому как удобнее на слух начинает лететь пыльники меняют их начинает там чуть ли не по два раза в год меня тем более если у вас машина него единственная в семье я вам сразу я вам не советую делать лифт подвески потому что если у вас машина это выходного дня чисто охота рыбалка до вопросов 0 плюс 50 миллиметров можете делать лифт вкатывать какие-то 29 колеса и кататься но если вы ездите на этой машине постоянно и как говорится и куда-то и в город и в грязь и везде у вас только она одна я вам этого не советую принципе не буду застрять на этом внимание на вкус и цвет товарищи нет решать вам лифтовать машину или нет если очень хочется лифтуйте вопросов 0 и так ребят поехали дальше с новинкой я с вами поделился камуфлейм приобрел себе все пирель у меня лежит отдыхает скоро и продам промыславом рассказал и так чтобы ничего не упустить все про книжечку я вам должен рассказать маленькую такую хитрость может кому-то будет полезно возьмете на заметку тоже будете делать именно так а теперь немаловажно по технической части ребят самый насущный вопрос повально поголовно на ю тубе везде проблема проблема с нижним нет ни с нижним с верхним с главным цилиндром сцепления который стоит здесь вверху он повально у всех на новых нивах выходит из строя все прицепление пропадает резко и все да и везде видишь видео меня ребят ответ на этот вопрос очень простой у меня пробега на машине уже 44 пищи и нет никаких проблем с цилиндром по одной простой причине ребят объясняю дело в том что расширительный бачок куда заливается тормозная жидкость на новых нивах идет обобщенный сообщенный то есть он же отвечает за подпитку контуров тормозных и он же если вот я сейчас как на него смотрю левая сторона отвечает за подпитку контура сцепления и так ребят если трубки так скажем в которой поступает тормозная жидкость решительного бачка тормозных тормозной системы они вход расположен довольно низко и даже там при среднем значении уровня тормозной они попадают туда и засасывает то со сцеплением ситуация другая малейшее падение уровня на пол сантиметр на сантиметр уже недопустимо трубка которая отвечает за подачу значит жидкости в контур сцепления она всасывающая находится очень высоко и получается когда у вас по мере износа тормозных накладок у вас уровень тормозной жидкости в бачке падает в этот момент упустили например дошло до среднего значения раз где-то вы едете машину вас встала на бок вы выжили сцепление сцепление хапанула воздух все и у вас резко пропало сцепление только в этом то вся причина и более половины видео кто публикует ребята выйти вы выкинули рабочие цилиндры всего лишь на все нужно было залить тормозную жидкость и просто заново прокачать этот же цилиндр но сразу груда есть случай выходит из строя но в большинстве ребят я многим говорю вы деньги выкинули на ветер и убрали можно сказать рабочий цилиндр сцепления главное дело всего все вот в этом уровне на новых машинах не знаю почему так сделали они нельзя здесь уровень чтобы даже был на средине он всегда должен быть здесь на максимуме всегда контролируйте всегда подливайте потому что тормозные колодки у вас будут изнашиваться он все равно со временем будет уходить вниз вниз этот уровень это не говорит о том что вас тормозуха где-то течет это говорит о том что у вас износились тормозные накладки разумеете вовремя меняйте тормозные накладки и потом когда будете менять на новые тормозные накладки не забудьте открутить эту крышкой крышку и грушей убрать потом лишнюю тормозную тормозную жидкость потому что когда вы поставите нормы новые тормозные колодки вы цилиндры сожмете и лишняя жидкость начнет наоборот выдавливать наверх но это в случае если вы доливали нужно будет этот уровень проконтролировать чтобы у вас не выдавила наверх излишки потом не облила тут машину и у вас тормозуха сразу все это съест ничего хорошего здесь не будет вот такая вот тонкость в общем коротенько еще раз держите всегда только на максимуме никакой не минимум не посредине только максимум и у вас не будет проблемы с контуром сцепления не с главным цилиндром не с нижним рабочим цилиндром сцепления вот такая вот тонкость сейчас заглянем под низ автомобиля покажу вам еще раз а то скажет показал старый фильтр новый не показал есть люди интересны такие пишут комментарии ну правильно че потому что не все так скажем матерые это не молоды кто-то эту машину приобрел в первый раз вот ребят стоит у меня man фильтр такой же синенький коротенький он стоит он 914 дробь 2 фильтр man фильтр будете ставить сразу тоже тонкость говорю ребят я фильтр перед установкой масло сейчас не заливаю я пришел к тому что разница нет заливать него масло либо не заливать я не заливаю я просто смазал прокладку вообще ни грамма масла сухой фильтр завернул затянул спокойно вот сегодня завел автомобиль вот надо было вам конечно смонтировать все это показать спокойно запустил двигатель никаких проблем какая-то доля секунд лампочка давления погасла да и все страшно вы ничего нет можете смело заворачивать сухой фильтр только единственное смажьте прокладку маслом заливать масло фильтр это самый так скажем распространенный спорный вопрос на ю тубе и в интернете заливать масло фильтра не заливать мужики короче можно и заливать можно и не заливать если когда заливаешь обязательно обольешься когда перелешь его полный поэтому ящик короче не заливаю двигателя ничего плохого не случается масляный фильтр он стоит в конец в конце магистрали принципе ничего страшного нет в любом случае через нужные агрегаты смазочной системы система смазки масло продает все будет нормально не переживай в общем так еще один момент по фильтру и отобразил дальше еще один момент по книжке сейчас покажу для чего она же тут у нас лежала тоже вот закрою положу на капот книжка вам покажу про свою такую привычку сегодня у нас видео можно сказать в свободном формате формате болтовни как с друзьями с вами разговариваю без всякого монтажа ребят буду публиковать показываю свою привычку в конце книжки есть две странички называется для заметок пустые и вот здесь все что делаю я с автомобилями все записываю вот ребят я все пишу дату когда что меня вот сегодня будет записано здесь дата и пробег машины что я заменил трансмиссионное масло на shell spirex и что заменил моторное масло на shell ultra 5 в 30 это все я обязательно запишу пробег и уже мне не надо гадать я буду знать что когда мне нужно будет поменять а здесь вот показываю вам пробег у меня был на 25 тысяч километров я меня трансмиссионное масло но дело в том что объясню я очень часто я же на дальняк час по своей работе до машину эксплуатироваться каждый день и с прицепом и под нагрузкой поэтому ребят я можно сказать через 20 тысяч сделал замену по факту по регламенту замена трансмиссионного масла она должна делиться делаться по так скажем достижению пробега 40 тысяч то есть 40 тысяч километров вы проехали масло в трансмиссии поменяли 40 тысяч проехали масло в трансмиссии поменяли я так скажем сократил этот показатель в два раза на ладе ультра на шеле я сейчас буду ездить 30000 30000 я проеду нашел и буду менять снова на новое масло 40 я не буду катать сразу говорю по поводу стружки отворачивал сливные пробки они намагничены стружка до присутствовала не так чтобы много но она была там вот как то так про книжку может кому-то будет полезно вот видите обязательно записывайте все будете знать вот видите пробег 23 480 установлена новая зимняя резина вятти bosco nordica w 523 205 75 r15 я пишу пробег когда я установил и пишу потом пробег когда перешел на резину пиреле вот я например знаю что у меня точный пробег на пиреле 30000 километров видите ребят это очень удобно вы знаете сколько вы проехали на этой резине сколько проехали на этой и уже можете всегда делать реальные какие-то выводы и уже не просто голословно как мне пишут что-то там взять эту зимнюю рекламе что это дрянь и не резина ребят это исключительная резина она очень хорошая и если я ее купил я промониторил прежде чем покупать во первых промониторил реальный опыт людей не просто на форумах посмотрел я еще раз повторюсь фильтруйте информацию полученную в интернете очень много различного рода сбыл вбросов от конкурентов от тому подобные так далее резина и наша кама она неплохая есть недостатки но на сегодняшний день вот эта цена качества на все таки как-то себя немножко оправдывает в принципе как то так ну вот ребят наверное буду заканчивать виды видео с книжкой показал люди спрашивали вот где еще записываю вот примерно это так все выглядит тоже записывайте будет вам очень удобно для этого я его держу ну перешел нашел спайрокс масло в принципе она испытанная хорошая не скажу что прям вот отвечу сразу на вопрос не скажу что какая-то там колоссальная разница между лада и ультра там тише стала работать раздатка нет также никакой разницы нет сразу говорю по поводу шума нет все то же самое никакой разницы можете залить что shell что ладу ладу у труд этого трансмиссионный поэтому как-то так в общем в таком формате видео уже запинаюсь время поздно ладно ребят всем пока всех был рад видеть на своем канале скомканное поделился с вами информацией голубом по машине пробежался потыкал извиняйте в общем всем пока пишите свои комментарии задавайте вопросов здоровья вам и вашим близким и всего вам самого-самого доброго всем пока